Добрый день, дорогие друзья! С вами Елена Виктория, можно просто Вика и оператор. Сегодня у нас для вас новиночка. Вот такой вот саккуленд, который очень легок и просто в уходе. Называется он седум бурита, либо очиток. Сплела я его, потому что хочу сделать коллекцию саккуленд. У нас уже есть два, мы с вами плели. Точнее один вид, но вот у меня два цвета. Сейчас я их даже поставлю здесь, посмотрите. И вот в этот раз я решила сплести вот такую вот красоту. Оператор что-то хотел просто сказать. Листочки такие сочные, толстые. Да, такие мясистые, да. И никакие это не буриты. Не буриты. А кто это? Мастер ошиблась. Ошиблась я, конечно. Это настоящие елочки. Ох, у с этой елочки! Да, вот именно так. Да, послала меня зона за елкой. Зачем ты сказала неправду? Ус послала, так послала. Да, я сказала неправду. На самом деле это елочки. Но если по правде говоря, то это только точка зрения оператора. На самом деле все-таки это седум бурита. Это красивое растение, которое относится к роду саккулендов из семейства толстянковых. Седум, либо очеток, обладает не только любопытным и миловидным внешним видом, но и он обладает полезными свойствами. Он является мощнейшим натуральным лекарственным средством. Листья растения снимают болевые ощущения при повреждении ткани организма внешним воздействием. Поняли, что я сказала? Как каланхой? Ну, я не знаю, я не изучала на самом деле его лечебные свойства, но мне показалось это очень интересно. Возможно, многие цветоводы считают седум растением неброским, но он чудесно смотрится с более яркими экземплярами, украшающими помещения. Очеток сажают в качестве коврового растения в зимних садах. С ним воплощают оригинальные дизайнерские идеи. И что самое интересное, каждый, даже начинающий цветовод, способен вырастить этого мексиканского красавца. Если будет использовать правила и особенности посадки и ухода за ним, об этом мы рассказывать не будем. Ну и давайте все-таки уточним. Итак, седум буррито травянистый многолетник с полудревесневающими стеблями, стелющимся или свисающими вниз. И сразу хочется сказать, у нас это молодые побеги, поэтому они направлены вверх, но один вот у нас уже спускается вниз. По мере того, как они вырастают, они становятся длиннее и, естественно, их стебель не выдерживает, я думаю, такого веса. И поэтому они вот очень плавно-плавно опускаются вниз. Но для этого стебельки должны быть подлиннее, у меня же все попроще. Это вот такое вот только-только что зарождающееся растение седум буррито. Принадлежит кампельным подвидам. В естественной среде культура растет в горных и сухих районах, расположенных к северу от экватора. Седум обитает в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке. Внешний облик растения удивляет и радует взоры даже самых безразличных комнатным цветам людей. Это низкорослый объемный кост. Листья длиной от 1 до 2 сантиметров обильно обрамляют стебель, легко осыпаются при механических действиях. Они такие округлые, овальные, мясистые, покрыты тонким восковым слоем. Эх, я воском не покрыла, ну да ладно. А, восковой налет... А незаметно. А что самое интересное у меня здесь, смесь воскового бисера, кстати. Вот поэтому. Я как чувствовала. Смотрится. Восковой налет способствует снижению количества испарения влаги. Слой нельзя удалять, в противном случае седум заболеет. А в последние весенние дни домашний питомец дарит нежно-розовые цветки, похожие на колокольчики. Я их, конечно же, плести не стала. Потому что, ну, не думаю, что сейчас они здесь нужны. Давайте вот покручу, кручу, верчу, вас запутать хочу. Но и все-таки в заключении этого анонса я сейчас приглашу сюда гостей, его, скажем так, сородичей. Тоже они относятся к саккулендам. Итак, вот такая вот красота у нас с вами получилась вместе. Посмотрите, вот в бромлении таких саккулендс мы уже с вами их плели. Один у меня просто одноцветный зеленый, а другой с добавлением такого вот бордового, можно сказать. И вот наш с вами седум бурита. Сад Огуро. Да, пожалуйста, ставьте ваши лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Пишите, нужен ли вам мастер-класс. И, конечно же, подписывайтесь на наш с оператором канал. Кошка 2015-цветы из бисера, бисероплетение, мк, что означает мастер-класс. Ну, а на этом все. Всем пока-пока. До новых встреч. Пока.